Времени для подготовки выпускников на сдачу главного экзамена школы ЕГЭ остается совсем немного. Для родителей и учащихся наступает ответственная пора. Если обязательные предметы математика и русский язык уже не вызывают сомнений, то предмет по выбору остается на совести выпускника. И часто его баллы играют значимую роль в выборе университета при поступлении. Сделать этот выбор зачастую непросто. К примеру, в лицее номер 21, как мы убедились, хорошим подспорьем в решении этого вопроса являются классы с профильным изучением одного из дополнительных предметов. Для некоторых девятых-одиннадцатых классов таковым предметом является физика. Физика, по-моему, нужна, чтобы поступить на те профессии, где она может пригодиться, например, сварщик. Я буду поступать в институты с техническим направлением. Для этого, конечно, нужна физика. Там душа лежит к техническим профессиям, специальностям больше. Ребята, сегодня сделавшие осознанный выбор в пользу своего предмета, уже целенаправленно идут к получению будущей специальности. Радует то, что наши школьники в период подготовки к единому государственному экзамену не перестают фантазировать, как следствие анализировать свои задатки и возможности, а значит стремиться вперед к поставленным целям. Может быть, поэтому многие выпускники лицея уже сейчас готовы с уверенностью назвать место своей будущей учебы, а также пофантазировать насчет будущей работы и желаемой должности. Я бы хотел работать в атомной промышленности, поступить в УРФУ и дальше работать по специальности. Я еще так сильно не определился, но, скорее всего, может быть каким-нибудь управляющим чего-нибудь. Обязательные предметы – это русский, математика. И дополнительным предметом я выбрал физику, потому что я собираюсь поступать в Уральский федеральный университет и, получается, на техническое направление, на теплоэнергетику. В перспективе, ну, желательно начальникам, например, какого-нибудь участка «Газпрома». Я хочу поступить в Тюменский государственный университет, вот, тоже по специальности, связанной с физикой. Возможно, директором какого-нибудь предприятия. В период подготовки к экзаменам важно, чтобы нервы и настроения учащихся как можно меньше портились. Поэтому нынешние выпускники 11-го Б-класса лицея номер 21 обратились с искренними пожеланиями к своим сверстникам, учителям и родителям. Конечно же, всем выпускникам этого года хочется пожелать сдать очень успешные экзамены и пожелать того, чтобы подготовка у них не вызывала особых проблем и каких-то стрессов, потому что часто передают по новостям, что вот именно подготовка к ЕГЭ – это все так давит на учеников, и получается, у некоторых бывают нервные срывы и все такое. Ну и родителям хочется пожелать, чтобы также их дети хорошо сдали экзамены, были послушными. Не всегда сразу добиваемся своих целей, но отступать, я считаю, это нормально. И потом можно, да, сделать два шага вперед и наверстать упущенное. Все будет у всех хорошо, все обязательно сдут, никто никуда не денется, не пропадет. Я желаю того, чтобы все хорошо сдали экзамены и поступили туда, куда хотят, набрали нужное количество баллов.